У регионального правительства есть понимание, как действовать, и даже имеются антикризисные меры. Но позволит ли это справиться с безработицей на практике? О том, как снизить напряженность на рынке труда, в текущем году обсудили на заседании правительства. В цифрах картина следующая. На 1 марта в губернии 6400 безработных, свободных рабочих мест 9200. По официальной информации руководителей предприятий, численность работников, предполагаемых к увольнению в течение года, по различным основаниям, может привести к выходу на открытый рынок до 5500 человек. Для сравнения, в 2014 году предполагалось к увольнению 4100 работников. Под особой опекой у центра занятости инвалиды и женщины в декретном отпуске. В прошлом году для людей с ограниченными возможностями здоровья было специально оборудовано 117 рабочих мест. Такое же количество запланировано обустроить в 2015. А молодые мамы могут совмещать воспитание детей с обучением в удобное для себя время. Это не безработные женщины. Они находятся в трудовых отношениях. В прошлом году у нас было трудоустроено 158 женщин. Вернее, прошли переобучение, повысили свою квалификацию и вышли уже на рабочее место. В текущем году мы планируем в таком же количестве, чтобы эти женщины направить на обучение. Причем с использованием дистанционных форм обучения и в удобное для женщины время. В перечне антикризисных мер – гранты на реализацию социальных проектов. К этой работе подключит молодежь. Финансовую поддержку получат и некоторые предприятия. Но только перспективные. Будут финансироваться только мероприятия по временному трудоустройству или по созданию рабочих мест на тех предприятиях, которые имеют реальные программы развития своего производства. Подводя итоги, губернатор отметил, что кризис – кризис урознь. Он может принимать разные направления и сильно отличаться от кризиса 2008 года. Ситуация сегодня остается контролируемой. Но тренды явно неблагополучные. И по оценкам экономистов ситуация может быть сложнее. И акценты в ней могут быть смещены против того кризиса, который мы совместно уже переживали. Руководителям департаментов Павел Коньков поручил мониторить ситуацию на рынке труда. Каждый ивановский министр должен находиться в диалоге с предприятиями своей отрасли. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.